Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наш план гороскоп для знака близнецы, который я постараюсь составить. Я прорисую вам месяца с их настроением и возможностями для вашего знака. Вам останется только подложить потом свои обстоятельства под эту кальку. Глядишь, таким образом мы предусмотрим, какие месяцы для нас будут удачными, какие не очень. Сегодня начнем как всегда с января, но прежде чем я перейду к теме нашей беседы, посмотрите пожалуйста под видео. Реквизиты для поддержки канала по-прежнему обзывают о помощи, потому что в данном случае других способов выжить у меня сейчас просто уже не осталось в связи с военном времени. Там же находится ссылка на гадание МО и на СОНИК, который возможно в некоторых регионах потребует VPN, потому что в данном случае, к сожалению, может получиться либо не открываться, либо слишком долго открываться. Надеюсь, что вы избежите счастливой этих трудностей. В любом случае, хотелось бы, чтобы вы добрались до этого. И потом еще. Если вы хотите, чтобы видео напоминали о себе, вам придется нажать на колокольчик, то бишь подписаться. И потом, после колокольчика, появится маленький перечень нажать все. Все видео вы хотите видеть, допустим. Тогда напоминания видео будут приходить. Если не нажать все, боюсь, что напоминаний приходить не будут. Такие особенности сделал Google. Ну, а теперь непосредственно к январю близнецов. Если близнецы уже добрались до работы, то, скорее всего, их сейчас обуревает невероятный хаос. Ну, просто ужас какой-то, какие-то непонятные дела, какие-то вопросы, которые постоянно надо решать, сует-а-сует. Ну, я могу сказать, что самое главное расставить приоритеты, дорогие мои друзья. Спокойно адаптироваться и сохранять самоконтроль. Если этого всего не сделать, то непонятно, чем заниматься. И туда надо бежать, и сюда надо бежать. И никак после выходных отойти не можешь, и не поймешь, как начинать работать. То есть, сует-а-сует нас ждет в январе. Скорее всего, обуревать вас будут те старые дела, которые не успели делать перед Новым годом. А также те обещания, которые даны были людям, ранее даны. Поэтому все это нужно срочно доделывать. И вы не знаете, как наилучшим образом это сделать. Поэтому настроение неявно стремится к нулю. А ощущение подавленности из-за того, что слишком много обязательств наваливается на вас, просто начинает вас пригнетать к земле. Ну, хлопать крыльями бессмысленно. Поэтому нужно браться за самые текущие, самые важные, самые обстоятельные дела. И чем активнее вы будете работать, и чем ответственнее вы будете подходить к делу, тем больше подниматься будет уровень вашей репутации. И люди поймут, что с вами действительно можно и нужно иметь дело. Поэтому, сколько ни говори халва, во рту сладкое не станет действовать надо. И действуйте всем пылом и рвением своей души. Запрягаться прямо не отходя от кассы. И все-таки некоторый хаос, сомнительность, внутреннее напряжение, какое-то странное состояние души вас будут все время обуревать, и вам захочется сделать какие-то неосторожные движения. Ну, в общем-то, собственно говоря, принять какие-то решения, которые не требовалось так принимать скоропостижно, но вас к этому подтолкнули, собственно говоря, потому что вы еще не разобравшись ситуацией, уже начинаете давать обещания. Потом выяснится, что вам достаточно сложно будет это дело реализовать, а вы уже сказали, что вы его сделаете, и так далее, и тому подобное. Настроение стремится к нулю. Усталость, не успев начать работать, преследует буквально каждый шаг. Включайте самоконтроль и раскладывайте проблемы в отдельные корзинки и начинайте решать их по очереди. Поэтому только так можно разобраться с той суетой, суматохой, которая пришла к вам в январе. Возможно, у вас появится желание, часть проблем переложить на чужие плечи. Но найдутся ли такие плечи, вопрос, конечно же, открытый. Скорее всего, вам самим придется нести ответственность за ту часть работы, которую вы берете. И лично отвечать за сроки и также обстоятельства, как будет выполнен этот объем работы. Поэтому хотелось бы, но это не значит, что такие найдутся. Ведь хаос, который вокруг вас кипит в январе, на самом деле это просто попытки реальности повоздействовать на вас, чтобы вы быстрее сориентировались, поняли, что обстоятельства будут выглядеть так или иначе и быстрее запрыглись в работу. В некотором смысле это суета, скажем так, двигатель прогресса. Понятное дело, что январь месяц просто предполагает, чтобы быстрее выходили из сонного состояния отдыхающей личности и начали зарабатывать свои кровные для того, чтобы не остаться без средств существования. Если сами не можете разобраться в той суете и хаосе, которая вокруг вас, давайте тогда устраивать какие-то собеседования и коллегиально попробовать найти пути разрешения тех или иных вопросов. Вообще со стороны может прийти достаточно дельный совет, поэтому если есть желающие поучаствовать в консилиуме по поводу, что будем делать и как будем делать, это, пожалуй, будет самый оптимальный вариант. В любом случае ровным, так сказать, безоблачным, совершенно спокойным месяц январь для вас явно не будет. Он слишком будет напористый, слишком будет развивающимся событиями, слишком много придется сразу трудиться. Вы будете себя чувствовать разбитыми, нервозными и уставшими. Но что поделать, дорогие мои друзья, таков для вас январь. С корабля на бал, бегом зарабатывать, бегом включаться в работу. Вот его лозунг для вас. И других методов здесь просто нет. Бесконечные дилеммы, выбор, а как поступить так или иначе, как сделать то или иначе, конечно, это отягчает жизнь. Проще, когда ты видишь цель, не видишь препятствий, занимаешься целенаправленно одним и тем же делом. Но поскольку жить в январе многогранно и вас заставляют действовать сразу по нескольким направлениям, придется просто проявить свои чудеса самоконтроля и изворотливости, включить голову и решать несколько проблем автоматически. В принципе, для вас ничего невозможного нет, у вас зачастую так бывает. Просто нужно выбрать приоритетную задачу, потом вторую, которая менее приоритетная, и так разложить все по полочкам, двигаться вперед. Тогда, как говорится, январь приобретет достаточно интересные формы. Хотя вы себя действительно в нервном состоянии будете чувствовать не очень комфортно. Слишком много всего, слишком сразу все напало, хотелось бы размазать кашу по тарелке, но не получается. Ну что ж, включайтесь в обстоятельства такие, какие есть. Будьте стойкими, организованными и, кстати, используйте интуицию. Она вам подскажет те самые важные моменты, на которые нужно определиться и осмотреться в первую очередь. Так что желаю вам в январском хаосе разобраться достаточно успешно. А что у нас там в феврале? Информативно очень серьезный месяц. В январе вы уже наметили приоритеты, или они наметили вас, и вы уже поняли, какими задачами вы будете заниматься. А февраль закидает вас информацией, которая будет касаться тех дел, которыми вы занимаетесь. Часть из них окажутся в этой информации совершенно новыми, и это очень здорово, что вы наконец-то докопаетесь до сути вопроса. Но то, что вам придется по-прежнему заниматься несколькими направлениями одновременно, эта тенденция сохраняется. По-прежнему надо держать темп, по-прежнему нужно разбираться в хаосе, но, к сожалению, здоровье в феврале может стать на пути ваших достижений. Хотелось бы, конечно, поднапереть и прочее, но какая-то расслабленность, постоянные головные боли, чувство потерянности будет преследовать вас в течение целого месяца, и это в некотором смысле будет отражаться на рабочих процессах. Я вам очень советую с теми вопросами, которыми вы будете заниматься в феврале, действовать при помощи плана. Берем проблему, разрабатываем стратегию, тактику движения вперед и действуем строго по направленному пути, который вы себе определили. Для того, чтобы не получилось, что вы начинаете сотню дел или в том деле, которым вы занимаетесь, движетесь в разных направлениях. Так можно прийти к застою, к тому, что ничего не будет двигаться, а там впереди замаячивать потенциальные потери. Медленным, но уверенным шагом на пути реализации того вопроса, который вас интересует, если вы вынуждены будете заниматься несколькими вопросами, каждый должен быть расписан в вашем ежедневнике, и соразмерно вашим шагам вы вычеркиваете или добавляете позиции, которые требуются по реализации вашего многостаночного, может быть, плана, потому что почему нет одну проблему решать, это здорово, но может в этот момент надо решать две или три. Но зато все расписано, и вы действуете по строго заведенному плану, иначе хаос и суета вновь ворвутся в вашу жизнь. Бегаю, 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 ничего не получается, куда ни пошел, везде как бы какие-то препятствия, и выхода никакого нет. А вы просто избились с курса и начали бегать просто так. В февраль месяц эмоционально достаточно сложный, тут здоровья, в общем-то, не очень-то благостное, жизненных сил особых нету. Тут конфликты витают в воздухе, причем совершенно непонятно, по каким причинам. В коллективе происходит волнение, дома раздражение, бесконечное выяснение отношений, ну, собственно, может быть, это вы являетесь инициатором этого безобразия, в том числе, почему вы все время ищите виноватых на стороне. Ведь ваше недомогание, ваше раздражительность и то, что вам приходится заниматься всем и сразу, разве это не накладывает на вас отпечаток, чтобы вы потом бросались на окружающих. Поэтому конфликты, к сожалению, в феврале весьма и весьма возможны, причем в достаточно изобильном количестве. Если хотите не погрязнуть в этих выяснениях отношений на протяжении целого месяца, придется, конечно, искать дипломатический подход к разрешению вопросов и на конфронтацию не переть. Если сумеете продержаться, глядишь, собственно говоря, будет более мирная обстановка, способствующая вашему полноценному развитию и вашей продуктивности. Почему я вам рекомендовала пользоваться планом? Для того, чтобы вы не отвлекались от основных целей, которыми вам надо заниматься в феврале. Потому что будет масса возникать всяких нюансов, на которые надо будет отвлекаться от основной цели. А она все равно, это самое главное, та основная, которая вас кормит, которая является вашей бонусной. Ну, в общем, все равно, как бы не было много тумана, основная цель, она все равно существует. И если есть план, он не дает возможности отступать от него. И нету тогда ни определенности, замешательства, чем заниматься, что делать. Все нацелено на движение вперед и все абсолютно понятно, потому что оно записано в ежедневеке. Без плана, без вероятности бегать по кругу, да и все. Надо выкладываться, надо трудиться, надо держаться целью, а здоровье совершенно будет стоять на пути ваших достижений. Как ни крути, надо к нему относиться исключительно бережно и сильно-то его не насиловать, потому что без того у вас как бы ощущение потерянности будет присутствовать постоянно. Ну, нужно избегать переедания, употребления алкоголя, растрачивать энергию попусту на истерике и выяснение отношений, потому что так не хватит на все основные и важные жизненные задачи. Поэтому, как говорится, мелкими шажками, не надрывая пупка, но все-таки надо двигаться в феврале вперед по намеченному плану. Было бы неплохо поддерживать свой тонус хоть какими-то минимальными физическими упражнениями и все-таки хорошо высыпаться и давать отдых своему организму для того, чтобы выжить в условиях высокого напряжения, которые потребуют для вас жизнь в феврале. Несмотря на высокие энергозатраты, которые от вас требуются, вам все-таки при вашей сосредоточенности, целинопродленности и хладнокровии удастся пережить февраль с пользой для себя и сохранением собственного здоровья, которое, собственно говоря, будет петь романсы целый февраль. Жаль, но так вполне и вполне возможно. А что там в марте? Март, слава Богу, более вразумительный, чем январь и февраль. Хаоса поубавится. И вот уже когда можно действительно заложить фундамент будущих начинаний, которые пройдут через целый год, будут очень благостными, замечательными. Ну, то есть фундамент великих дел. Поэтому в марте месяце уже можно осмотреться и начать, например, собственный бизнес или открыть маленький магазинчик или еще что-нибудь сделать, сделать публичным, то есть сделать тот шаг, который определит вашу судьбу на минимум год, который мы рассматриваем. Конечно, этот шаг будет делать достаточно сложно, потому что и в марте ощущение усталости и сонливости будет просто сопутствующим товаром вашего, так сказать, организма. Но я могу сказать, что средства борьбы с витаминозом никто же не отменял. Жмите на цитрусовые, на фрукты, на гранаты, поглядывайте не на картинки, а также вьем. Возвращайте жизненные силы своему организму всеми возможными средствами. Иначе сонливость не даст вам возможности ввязаться в бурный ритм этого месяца, и вы пропустите то, что следовало бы сделать. Месяц-март для близнецов будет неравномерным по той простой причине, что первая половина месяца будет им казаться достаточно прекрасной. Они сделали свой первый шаг, потом попали в сонливость, плавно переходящую в лень. Им кажется, что и так все сойдет, пойдет своим чередом и прочее. Но не тут-то было. Ближе к середине месяца неожиданно попрут всевозможные проблемы, которые близнецов не только выведут из состояния их сонливости, а более того, ведут в состояние замешательства. Господи, а что с этим делать? Как всего много? И с чего начать? Многие попытаются занять позицию пассивного наблюдателя, мол, в самой рассосется и будет ясно, за что браться. Но эта позиция совершенно неправильная. Ничего само собой не рассосется, просто будет наращиваться новое обстоятельство. Поэтому придется браться за те проблемы, которые возникли по очереди или в совокупности. Но сидеть сложа руки категорически не следует. Вообще, в течение 2024 года многое будет зависеть от того, как вы относитесь к проблемам. Если хочется сплавляться по течению и ничего не делать, это тоже вариант. Но боюсь тогда, что год вам покажется достаточно нехлебным, невнятным и достаточно сложным в нервическом смысле и не более того. Но если вы начнете с самого начала активно разрешать проблемы, вы поймете, что это был просто путь к прогрессу, который без сложности не обходится, никто не обещал, что вам все будет гладко доставаться. Но во всяком случае вы боролись не зазря. А поскольку вы все-таки умудритесь, надеюсь, в марте сделать решительный шаг по закладке своего будущего в течение 2024 года, будем считать, что это будет у вас очень перспективный задел. Еще раз напоминаю, что такое будущее. Кто-то переедет в другую страну, кто-то сменит работу, кто-то еще что-нибудь откроет собственное дело или попытается, например, к таковому приблизиться. Это все те заделы, которые потом вы далее будете развивать в последующие месяцы. Так что я думаю, что хоть сонливость на вас нападет и лень, тем не менее, это дело, дело вашей жизни. Если вам оно необходимо, нужно все-таки начать. И поверьте мне, дальше все пойдет по накатам. Так что в марте месяце у вас есть все шансы заложить фундамент целого года. И отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Апрель, слава Богу, обещает быть сытым, разумно огруженным работой и достаточно динамичным месяцем. Решение, которое будет принято в первые дни месяца, послужит хорошим катализатором для дальнейшего движения вперед. Так что я думаю, что это очень здорово. Мало того, настроение у вас будет приподнятое, захочется изменить стиль своей жизни, одежду, сходить в салон красоты. Милости прошу, вы наконец-то возрождаетесь, сонливость отступила назад. От лени тоже мало чего остается. Изменение стиля пойдет вам на пользу и будет вам к лицу. Наконец-то вы расцветете пышным цветом и общаться с вами будет одно величайшее удовольствие. Могу сказать, что переговоры в апреле месяце необыкновенно удачные. Вообще, все, что связано с коммуникацией, с самореализацией, через коммуникацию. Ну, в общем, громко заявить о себе, устроить презентацию, посещать конференции, общаться с людьми. Это очень правильно и нужно. Именно в апреле месяце, потому что все здорово удается. Договоренности, договора, смена поставщиков, общение с нужными и важными людьми. В апреле месяце все это принесет успех и благополучие. Во второй половине апреля возможно вас поманит дом и не просто так, а какими-то основанными вещами, а на повестке дня потом выяснится, что было бы неплохо сделать какой-то ремонт. Так что, в данном случае, какие-то домашние проекты, которым нужна тщательная подготовка, вполне возможно, могут нагрянуть вам на голову. Поэтому финансово вы должны готовы быть к тому, что дом потребует к себе повышенного внимания. Так что, тщательное планирование прилагается автоматически. И если вы будете готовы к подобным каверзам, то очень быстро и на высоком уровне выполните все работы и будете очень довольны, удовлетворены и спокойны. Рекомендую вам, кстати, не забыть, что первой половине месяца на вас может напасть рассеянность, поэтому забывать где-нибудь сумки, документы, зонтики и полные, и забыть заплатить какие-то важные вещи вполне вероятно. Поэтому надо, чтобы вы были во всеоружии, случайно не рассеропились и не забыли то, что необходимо. Поэтому сосредоточенность и записывание всего самого главного очень вас выручит в этот период. Если еще не сходили к парикмахеру и не изменились тел или одежды, у вас еще есть вероятность это сделать. Так что месяц тоже очень для этого хорош. Примите себя нового, от своего старого и откажитесь. Ничего хорошего там вас уже не ждало. Основного обновленным стилем одежды и взглядом на вещи вы будете выглядеть достаточно привлекательно. Поэтому могу сказать, что апрель 2024 года ожидается очень интересным, сочным, всеобъемлющим по всем направлениям месяцев с хорошей динамикой, что принесет вам повышение самооценки и в общем-то вообще как бы месяц позитивного настроя. Май по-прежнему позитивный месяц, который продолжает динамику апреля, который во всеоружии, так сказать, близнецы встретили и провели достаточно интересно. Могу сказать, что если какие-то вопросы по ремонту или обустройство жилища еще в апреле были не закончены, в мае есть основания надеяться на то, что это уже будут дополнительные тюды к вашей работе над вашим интерьером. Возможно, судьбоносные встречи с очень важными людьми, которые сыграют свою роль в жизни вашего близнеца, вас самих, если вы близнец. Так что в данном случае надо быть повнимательнее к людям, которые приходят в мае месяце. Для тех, кто в апреле ремонта не начал, можете начать первую половину мая, если вы хотите. У вас будет достаточно энтузиазма, денег и времени для того, чтобы этот ремонт закончить в достаточно скорые периоды. Так что если нужно что-то обустроиться по дому, даже если это не ремонт, а скажем какие-то просто изменения в интерьере или перестановка мебели, приурочите к первой неделе мая, будете довольны. Май дает рассвет вашей натуре и можно сказать, что ваше очарование разрастается буквально семимильными шагами. Это очень на руку будет одиноким близнецам, которые имеют все шансы в мае получить хорошее знакомство с далеко обещающими последствиями. Ну, а для всех остальных это просто хороший повод лишний раз полюбоваться и постоять у зеркала и сказать, какая я чертовски привлекательная личность. Так что в данном случае еще можно продолжать работать над собой, вносить изменения в вашу стрижку, во внешний вид, в стиле одежды, ни в чем себе не отказывайте, вам это пойдет только на пользу и очень серьезно порадует. Что касается профессиональных возможностей, динамика месяца предполагает быть достаточно успешной, а ваши профессиональные навыки и знания помогут не плавать, а прилично выглядеть и в этом сумме всевозможной работы. Так что вы возьмете активную ответственную роль за выполняемую работу и будете абсолютно правы. В коллективе затищи, все друг другу рады, слава богу, можно работать и наслаждаться жизнью. Первая половина месяца не даст возможности не размышлять не особо, в общем, нам придется трудиться, закатав рукава, но это хотя бы не работа в стол, а с целью заработать уважение окружающим и быть замеченным начальцем, что все непременно приложатся. Зато во второй половине месяца могут появиться мысли о том, кто я, что я за человек, чего я стою в этой жизни, мое место под солнцем в данном случае. В общем, полезут в голову всякие философские размышления, если вас это сильно беспокоит, не переживайте. Это астрологическое влияние планет, и это просто, так сказать, мысли вслух о том, что вы хотите быть заметной, уважаемой личностью в социуме, ну, так это через трудовые десанты легко сделать. Так что май планируется достаточно интересным и в трудовом смысле, и в ремонтном, если вам это необходимо. Могу сказать, что и в личном плане обещают быть достаточно интересным месяцем, если вы хотите укрепить свои семейные узы, добавить романтики, то вам ничего не мешает отдых на пикнике, на природе, которые сближают. милости прошу практически для всех сверхжизни. Май вполне очень даже себе ничего. Так надеюсь, что вам и этот месяц ничего не испортит. Июнь. К сожалению, июнь будет проверочным месяцем, поэтому придется быть максимально внимательным к тому, чтобы не совершить никаких поспешных действий, не решиться на какие-нибудь аферы. Да вообще надо быть максимально осторожным и с деньгами, и с тем, и с кем говорите, как говорите, что, какие даете обещания. В общем-то, месяц не шибко, так скажем, так, чтобы и успешный. Начнет лихорадить в личных отношениях, что у тех, кто еще не имеет семью, что у семейных близнецов, им придет на ум, что все это связано с тем, что они недостаточно привлекательные, начнутся разрешивание ярлыков на свою персону, я не такая, поэтому, в общем, и целым или не такой. В общем, потеря самооценки определенно будет звучать. Но я не думаю, дорогие мои друзья, что ваши внешние данные виноваты в том, что вас лихорадит. Скорее всего, может быть, и сдержки вашего характера или атмосфера этого месяца, когда вы раздражены и также раздражены все вокруг, приводят к тому, что конфликты назаревают буквально как грибы после дождя. Что касается изменений в своем внешнем виде, было бы лучше в этом месяце никаких корректив не вносить, поскольку одежда, которая вам кажется очень вам к лицу откажется безвкусной, а новая стрижка, которую вы себе запланируете, так сказать, радикально вас, конечно, изменит, но, скажем так, не в лучшую степень. Поэтому оставьте свою внешность и одежду пока в покое, к сожалению, июнь в этом плане несколько месяц тревожный. Учитывая, что в течение месяца масса всяких затруднений и прочее, было бы неплохо заниматься только рутинными делами, не поднимать волны и сложных мероприятий по типу переездов, переменной работы и прочих вещей, которые определяют судьбу на длительное время, в этот месяц не производить. Так, скажем, только текущие рутинные дела. Решительных действий не предпринимаем, а вот для развития стратегий, для подведения итогов, для анализа текущей ситуации, время необыкновенно подходящее, поскольку указывает на недостатки, на недочеты, вы все видите. так что в принципе есть возможность снести корректировки в ваши далеко идущие планы, вот, ну, а к решительным действиям приступить более подходящее время. Семейные дела кажутся необыкновенно сложными и проблематичными, но откладывать в дальний ящик урегулирования тех трений, которые у вас возникают, это себе же дороже. придется набраться терпения, благости, деликатно и настойчиво попытаться с особой осторожностью действовать по пути укрепления, а не разбивания того, что у вас называется семейная жизнь. Надо быть очень и очень осторожным. Вот, так что и с деньгами, пожалуйста, есть вероятность серьезных финансовых трат, если вы не очень-то будете задумываться, куда и что вы тратите, поэтому желательно провести этот день, месяц в приличной экономии. Так что если уж на то пошло, июнь месяц не очень благостный для близнецов, поэтому нужно провести его терпеливо и вдумчиво относиться ко всему, что вы делаете, каждому шагу, каждому поступку, каждой трате, каждой копейки. И уделите внимание семейным делам, если не хотите, чтобы последствия скандала в июне испортили вам второе полугодие напрочь. Так что надеюсь, что по поводу июня все ясно и понятно. Идем осторожненько, не спеша, пометая о том, что месяц не камильфо. Июль. Июль покажется вам необыкновенно прекрасным месяцем, потому что у вас вдруг возникнут необыкновенные амбиции, а также желание жить роскошно, стильно, на полную катушку. Хочу всего и сразу, не могу себе отказать, хочу покупок, хочу солнце, хочу море, хочу отдых, а новость всего хочу. но могу ли, вот это вопрос открытый. Ну, что ж, на нас влияет Венера, которая хочет жить роскошно, вкусно, изысканно и с полным размахом окунуться в роскошство с головой по самое не могу. Конечно, можно себя чем-то побаловать, дорогие мои друзья, особенно после скоромного месяца июня. Но я не думаю, что в июне вы сильно подзаработали для того, чтобы шиковать в июле. Конечно, если вы на отдыхе, то, понятное дело, вы готовились к этому не спонтанно, так раз и выскочили, прямо едва переобулись. Понятно, что вы собирали деньги и прочее, и если у вас эти деньги позволяют себя чем-то побаловать, вкусной едой, новыми обновками, то, пожалуйста, милости прошу. Но если вы чувствуете, что ваши финансы поют романсы, баловать себя особо не получится. Ну, пироженку купите, ну, потравьте в Венере, что и вы тут были. Но если вы начнете разбросать деньги направо и налево, в июле будете потом изрядно голодать. Правда, уговорить себя не тратиться будет достаточно сложно, поскольку захочется так сильно закутить, стать активным, напористым в затяжении своих желаний, что просто удержу может и не быть. Поэтому не хотелось бы, чтобы было так, но вполне возможно. Если уж сильно не в моготу, лучше займитесь спортом, побегайте, займитесь фигурой, посидите на каких-нибудь приятных овощных диетах, все-таки разгар лета, овощей и фруктов предостаточное количество. В общем, поведите лучше здоровый образ жизни и поверьте мне, это будет хорошая компенсация за недокупленные пирожные или еще какое-нибудь баловство. Если вы собирались отправляться в поездки в июле, то лучше их проводить в первой половине месяца, она более благоприятствует путешествиям всякого рода. Вторая половина месяца больше будет отехчена всевозможными делами, а также обещаниями, которые были даны в прошлом и поэтому их придется как ни крути выполнять. Так что, если вы были не сдержаны на язык, именно на июль много чего наобещали, а потом заторопились в отпуск, может получится так, что люди будут обижаться на вас или это уронит вашу репутацию, потому что вы отдыхаете за счет тех обещаний, которые не выполнили. И все же июль достаточно динамичный и приятный месяц, хотя и вторая половина месяца может быть загружена очень сильной работой, это даже может помешать вам отправиться в путешествие, настолько будет много дел, но в любом случае, вот это чувство жить роскошно, получать удовольствие от жизни, наслаждаться солнечными днями, чувствовать себя совершенной королевой, это незабываемое чувство и понятное дело, что июль в этом плане будет стоять оценником. Особое влияние Венеры делает этот месяц необыкновенно приятным во всех отношениях, даже мороженка, съеденная на скамейке, с чувством, с толком, с расстанок и тот доставит массу удовольствия, как будто вы съели роскошный десерт в королевских покоях. Такова обстанока этого месяца, который в некотором смысле, конечно, и пощекочет нервишки, а также проверит на прочность ваш кошелек, что поделать, но тем не менее красиво жить захочется, и кто нам это может запретить. Август, слава Богу, может преподнести приятные бонусы финансового толка, появится возможность подзаработать, кто-то какую-то подработочку подбросит, вообще, как бы, проекты начнут приносить доходы, так что есть вероятность стабилизации финансового благополучия в августе, и это очень здорово, особенно после празднично проведенного июля, когда всего хотелось, не все моглось, а денежки утекали рекой. Деньги, деньги, дребеденьги, но они пойдут, и слава Богу, но некоторых близнецов это настолько вдохновит, они себя почувствуют финансовыми воротилами, попытаются играть какие-то финансовые пирамиды и спекуляции, вот это бы я не стала в принципе делать, дорогие мои, если вы не следующий в этих вопросах, а жутко хочется куда-то проинвестировать, проинвестируйте просто в себя свое самообразование, а пока будете самообразоваться, заодно и подумайте о тех методах, которые работают на биржах, как это все работает, каким образом деньги зарабатываются, когда разберетесь во всем досконально, тогда будете инвестировать, хотя вы будете в августе определенно с одним количеством денег чувствовать себя купцом с широкой душой. Так что сколько бы у вас ни было денег, все-таки в августе инвестиции я вам не посоветую. Рассчитывайте на реально существующую сумму, распределяйте ее по корзинкам определенно текущие расходы, подушка безопасности, то все пятое-десятое, а уж что останется, то можете проинвестировать, но думаю эта сумма будет достаточно незначительная. Но удержаться от финансовых операций в августе месяце будет достаточно сложным. Многие близнецы посчитают, что можно вложить в банк под проценты какие-то суммы, чтобы жить на эти проценты и прочее. Прежде чем что-то вкладывать, тоже нужно хорошо разобраться с платежеспособностью тех учреждений, куда вы собираетесь отправить свои деньги и не являются ли баснословными эти обещания, которые там в эти сотни процентов исчисляются, похоже ли оно на правду, потому что вы же понимаете, что заманувших всякого рода и мошеннических пирамид по-прежнему жизнь плодит невероятное количество, и уже сколько там было разного людо и всегда находятся охочей до быстрых денег. Я бы не стала вообще этим заниматься, но вас удержать будет достаточно сложно, поэтому если вы хотите что-то куда-то вложить, все-таки нужно понимать куда. Оно же не должно быть равным уровнем, в который вы вложите свои средства. Что касается вашей личной жизни, придется взять инициативу на себя. Я сейчас говорю о семейных близнецах, которые быть может недовольны положением дел, которое у них творится в личной жизни. Если вас что-то беспокоит или что-то не нравится, берите инициативу в свои руки, назначайте романтические встречи, даты, что это будет, празднички какие-то небольшие, поездки куда-то. Ну, в общем, разнообразьте свой досуг и не ждите, когда улучшение само собой придет. Без вашего участия вряд ли это получится. Алгуст еще раз позволяет вам посмотреть на себя со стороны, бегать в парикмахерскую, обратиться к косметологу, провести какую-нибудь коррекцию над собой, улучшить свою внешность, внести коррективы в одежду, слава Богу, менять стиль, можно практически, как вы поняли, каждый месяц за редким исключением. И если вы еще этого не сделали, у вас все время есть неплохой шанс этим заняться. Август, кстати, в этом плане не исключение. Так что, август 100 лет финансовое процветание и расширение личных возможностей каждого близнеца. Так что, будем надеяться, что это так. Неожиданные источники дохода вас тоже ждут, подработки, но все ж таки, дорогие мои друзья, здравый смысл должен возобладать. Чтобы не получилось, что неожиданные источники дохода это какая-то очередная пирамидка деревянная, которую вы приняли за серьезную финансовую структуру. Сентябрь может оказаться достаточно сложным для близнецов и скорее всего из-за тех поступков, которые будут совершены ранее. Если вы все-таки небережно относились к своей работе или вляпались в какую-то мошенническую схему, и до сих пор пребывали в неведении по поводу того, куда вы выложились в сентябре, вся правда вылезет на поверхность и все встанет на свои места. Если слава Богу ничего не произошло, значит предшествующие ваши шаги были вполне приличными, соразмерно к здравому смыслу, и стало быть, это перепутье, на котором либо пропал, либо выиграл, либо проиграл, вас счастливо обошло, вы не создали для себя подобной обстановки. в любом случае, динамика месяца явно не очень благоприятная, поэтому нужно запастись терпением, ничего особого не форсировать, суперважных дел не затевать, потому что, к сожалению, сентябрь может оказаться не столь урожайным и приятным, как хотелось бы. с финансами тоже надо быть в сентябре поосторожнее, если месяц не очень благоприятный, то было бы неплохо иметь подушку безопасности и осторожно тратя деньги только на самое необходимое, этот месяц пройти, чтобы не случайно не организовать себе банкротство. Если в делах определенно затор и можно заниматься только спокойной рутинной работой, которую никто не отменял, то в личном плане надо все-таки постараться улучшать отношения всеми возможными средствами, сосредоточиться на этих личных отношениях и сделать все возможное, чтобы они были замечательными, гладкими, приятными во всех местах, чтобы действительно пусть не страсть всеобъемлющая захватила, но чтобы вам хотелось друг к другу стремиться, чтобы вы были друг другом как бы вдохновлены, а не бегали друг от друга, не раздражались и не ругались. Поэтому, как говорится, у этого месяца есть к вам определенные просьбы и пожелания, в частности, личные, не должно быть в загоне, так что я об этом вам сказала, остальное ложится на ваши плечи. так что месяц сентябрь сложный противоречивый с последствиями теми, которые равняются следствиям тех шагов, которые были сделаны ранее. Если он идет из рук вон плохо, вероятно, косяки прошлого наконец-то настигли вашу бедную голову. Если прошел ни шатка, ни валка без особых достижений, но и без особых провалов, слава Богу, вы живете правильно, и особых наказаний вам поэтому в сентябре не последовало. Ну и слава Богу. Октябрь. Если есть желание попутешествовать, прихватить период последней золотой осени, бабьего лета, походить по родным местам, попутешествовать и даже кратковременно походить по грибам и так далее, ни в чем себе не отказывайте, вас природа в этот момент лечит, и если есть возможность отвлечься от трудовых будней, то это будет очень даже неплохо. Во всяком случае, выходные отдать в этой тихой охоте или наслаждению пикниками под последним осенним солнышком, это будет очень здорово и правильно. Дело в том, что сентябрь, вернее, октябрь дает возможность еще раз укрепить семейные узы, и чем больше совместных выездов будет, чем приятнее они будут с хорошим настроением и прочее, тем больше шансов их улучшить. Поэтому отсюда и такие рекомендации. Не сами по себе вы путешествуете, а всех собрав за руки с хорошим настроением, с термосом чая и прекрасными бутербродами отправляйтесь попутешествовать по родному краю или сходите просто по грибке. Еще одной заботой октября может стать неожиданное желание навести коррективы в своем доме, сделать косметический ремонт, или что-то переставить, или что-то изменить, добавить какого комфорта, вот, или навести уют, утеплить свое жилище в преддверии будущих зимних холодов. Что же, это тоже неплохо, надеюсь, что средств вам для этого хватит, ваша затея вырисуется сама собой, вероятнее, то, что вы задумали, действительно нужно вашему жилью, поэтому милости прошу, пробуйте, дерзайте, улучшение своего пространства, которым вы живете, это новые идеи и планы, а также их реализация в реальной жизни, так оно связано энергетически. Возможно, захочется повесить очередной подвесной потолок или купить очередную мебель, милости прошу, в октябре эти мысли оправданы, а самое главное, что это месяц покупок, если у вас есть на это средства, можете покупать, все выбирается с великой любовью, вещь должна служить достаточно долго, во всяком случае, космических предзнаменований, что что-то идет не так, нету, поэтому будем считать, что мы действуем в астрологическом ключе совершенно верно. Новая обстановка, новые обои, новый текстиль поднимет настроение, вдохнет новую жизнь и семейные отношения в том числе, я надеюсь, что вы не передеретесь по поводу цвета, штор, которые будут висеть на окнах, а дипломатично договоритесь наконец-то, что каждый быть может, если у вас непримиримые взгляды на одни и те же вещи, то каждый оформляет свою комнату по своему образу и подобию. Поверьте мне, очень прекрасное компромиссное решение, а в результате получится, каждый сделал отдельную комнату, никто никому не насолил, никто ни с кем не соревновался и никто ни с кем не спорил. А в комнате должно быть, вообще в доме должно быть разнообразие, так что таким образом можно уладить даже самую кровавую бойню по поводу цветочек у нас будут все-таки шторы или в клеточку. В октябре можно очень хорошо укрепить личностные взаимоотношения, вы друг другу тянетесь, у вас есть хороший потенциал, надеюсь, что вы его не растеряете и все будет замечательно и прекрасно. во всяком случае звезды пищат желание, чтобы в октябре ваша семья сплотилась, укрепилась, а те, кто живет в подобии семьи, но все-таки вдвоем как бы проживают без печати паспорта, у них тоже в октябре расцвет их желания наслаждаться друг другом. Что ж, я за вас рада, пусть будет так. Так что в некотором смысле начав с вашего жилища, можно смело сказать, что месяц октябрь месяц трансформации и обновлений для вас и для вашего жилья в том числе. Если жилье вы никак не обновляли и прочее, это месяц спокойной плодотворной работы по заключению своих договоров, проектов, ну чем вы там занимаетесь, занимайтесь, пожалуйста, в полном объеме. Но прежде всего, если мы рассматриваем астрологическую направленность этого месяца, этот месяц хотел бы, чтобы вы своему жилью уделили повышенное внимание, навели там порядок и уют и не забыли про семейное счастье и благополучие, про романтические встречи и возобновление приятных семейственных отношений. Это его основная нагрузка. Так что работа стоит на третьем месте, в этот месяц. Ну, я думаю, что плодотворно поработать это тоже хорошо. Ноябрь. Погода портится, грязь, холод и так далее, а на душе вдруг начинают бабочки порхать. И творческое начало неожиданно начинает на себя перетягивать одеяло. Кому-то хочется вышивать, кому-то шить, кому-то крестиком, кто-то бисером засел, кто-то браслетики крутит. В общем, хочется потешить свою душу и сделать что-нибудь эдакое, красивое, замечательное, чудесное. Что ж, ноябрь месяц к этому способствует. А если желаете еще монетизировать это дело, то можете открыть серию мастер-классов в видеоблоге своем и разместить его на любой удобной для вас площадке, для того, чтобы работать не в стол, а с кем-то еще поделиться своим мастерством и талантами. Чем холоднее на улице, тем теснее хочется прижаться к своему партнеру. Видимо, поэтому романтические настроения этого месяца тоже на высоком градусе находятся. Как-то не хочется работать, а хочется наслаждаться любовью, теплом и лежа под теплым одеялом, расположившись на плечо своего партнера, чувствовать эвфорию счастья от того, что вы есть друг у друга, вам хорошо, вам приятно и жизнь не такая уж плохая, как могло бы показаться, глядя на хлюпающий холодный дождь. Так что в данном случае, дорогие мои друзья, это как раз время романтических историй, я думаю, что вы не забудете укрепить свои личные отношения. Почему об этом все время говорю? Потому что в 2024 году что-что отношения личные мягко говоря не блещут. Поэтому отягчающих последствий для того, чтобы развалить ваши отношения будет предостаточное количество. Поэтому если есть время, возможность и астрологическая расположенность улучшить ваши отношения, ее надо использовать. Вот поэтому так часто я об этом говорю. Одинокие близнецы тоже в ноябре невзирая ни на что могут обзавестись приятными знакомствами, так что поклонники будут ломиться в дверь, особенно если вы не забудете себя разрекламировать опять же в помощь сайта знакомств, ну и вообще как бы общение, через которое вы станете гораздо ближе с человеком, который быть может даже с вами в одном городе не живет. Но в жизни все многообразно и встречи могут нас подстерегать практически везде. Поэтому я думаю, что ноябрь месяц может вам подарить интересное знакомство длиной в жизни. Особенно богато на этом может быть вторая половина месяца. Ну и вам, дорогие мои семейные, помните пожалуйста, вторая половина месяца может преподарить необыкновенные чувственные впечатления, которые собственно говоря пропустякать не стоит. Поэтому романтические свидания, приятный ужин, легкие, с далеко идущими последствиями для любой семьи это в принципе возвращение к медовому месяцу и никогда не поздно вернуться. Вообще вторая половина месяца она какая-то особая, у нее будет она даст приливы энергии, захочется выйти за зону комфорта, какие-то приключения искать, новизну какую-то определить для себя, попутешествовать быть может. Так что романтическое путешествие даже куда-нибудь на природу, снятый домик где-нибудь на турбазе это тоже вариант. провести красивое и интересное время со всеми истекающими последствиями. Поэтому волнующие переживания можно делать собственными руками, если это необходимо, а вот вторая половина месяца еще и располагает к этим путешествиям, всевозможным трансформациям и преображением вашего знака. Поэтому было бы здорово если бы это все закрутили. А что у нас касаемо работы? Как видите работа даже не фигурирует на повестке дня, а это значит о том, что динамика рабочих будников обыкновенная, средняя, трудовая, хотя захочется думать о чем угодно, только не о работе. В первую очередь конечно будет манить приключения, романтика, душевные переживания, любовь и так далее и тому подобное. Ну а потом уже циферки, буковки, столбики и все что называется работой. Так что ноябрь больше предусмотрен для творческого расцвета, а также для романтических этюдов. Вот. Так что как уж там у вас получится, но эти две сферы творчества и любовь постарайтесь в ноябре и не пропустите. Декабрь для вас обещают быть достаточно продуктивным и месяцем исполнения ваших желаний. Поэтому думаю слава Богу к Новому году вы будете настроены на позитив, на то что у вас все ладится и то что вы мечтали у вас сбылось. Год был продуктивный, замечательный, чудесный. Как видите у вас в принципе картина маслом получилась достаточно интересная и с месяца не очень, но есть месяцы прекрасные и их большинство. Поэтому на круг вполне год может получиться весьма продуктивным. А что касается декабря это не супер конечно прорывы не какие-то куши громадные миллионные нет это в общем-то просто выплаты тех вещей на которые вы рассчитывали когда занимались своими проектами делами и прочее слава богу просто они будут у кого-то будет еще дополнительная предновогодняя премия ну в общем те средства на которые вы могли рассчитывать их просто вам выплатят да и вот это и есть благости декабря. что касается лично есть все шансы уладить конфликты и предновогодним событиям прийти все-таки с неплохим результатом я думаю что вы не будете собачиться по поводу и без и ваши отношения к концу календарного года ознаменует наконец-то полное взаимопонимание и желание общаться друг с другом еще много 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 лет и так в деловом смысле месяц достаточно продуктивный не стесняйтесь о себе заявлять вот не стесняйтесь показывать свои способности потому что этого стесняться не нужно если вы трудом потом и горбом зарабатываете себе на кусок хлеба но делаете это филигранно и по мастерски то стесняться себя совершенно не вижу причин в вопросах любви конечно не забудьте уладить все конфликты и трения до того как куранты пробьют 12 потому что входить в новый год даже календарный со старыми проблемами любовного толка категорически не следует все уладьте еще в прошлом так сказать календарном году до того как 2025 ступит на порог так будет абсолютно правильно ну и конечно хорошего вам 2025 года который как мы всегда мечтаем всегда должен быть лучше чем тот год который мы пережили вот ну и как видите вот такая была у нас история но мы говорили говорили а здоровье как-то мало подняли еще раз вернемся к этой тематике потому что какие могут быть любовные достижения и рабочие если здоровья нет в первой половине года к сожалению у вас будет ослаблен желудок поэтому я не говорю что надо вместо так сказать вкусного сидеть на жесточайшей диете но приличие все-таки надо какие-то соблюдать потому что вы почувствуете себя постоянно недомогающим я вам могу сказать что негативные эмоции еще тоже могут способствовать тому чтобы ваш желудок начнет исполнять арию заморского гостя и вам все время то режет то колет то несварение то переварение это говорит о том дорогие мои друзья что гастроэнтеролог вас ждет и надо быть максимально бдительным в этом смысле вот помимо этого грудной отдел особенно женщинам нужно бы пройти мамолога это как бы проверка лишней не будет я не говорю что вас там ждут какие-то казусы в виде онкозаболеваний боже сохрани просто если грудной отдел под ударом надо проверить все а мамолога забывают в первую очередь пройти вторая половина года может напомнить от себя сердцем и сосудами поэтому не хотелось бы чтобы ваша полноценная жизнь превратилась потом в какие-то инвалидства и поэтому в данном случае когда вторая половина года придет таки обследование в этом смысле а то еще и первое надо заранее сделать пройдите всякие вузи все что необходимо на все чтобы иметь картину маслом и никакие не гораздо вас как бы не пригласили к собственно говоря больничной койке ну вот так как-то у нас выглядит первая и вторая половина что касается остального будьте внимательны пожалуйста особенно в травмоопасные периоды к своему позвоночнику и коленям к сожалению неудачные падения и прочее могут привести к травмам достаточно серьезным именно ваш знак а мне бы этого конечно очень не хотелось ну и еще раз вернемся к слабому месту 2024 года это ваши личные отношения я вам точно могу сказать дорогие мои друзья что на это надо обращать внимание и в некотором смысле романтическую часть своей любви перевести на более глубокий уровень духовной близости вовлеченности в жизнь друг друга чтобы вы почувствовали единение а не просто физиологическую привязанность которая у вас вызывает очень хороший добротный секс здесь важно понять что вы одно единое целое и в этой общности для вас величайшая сила пожалуй вот эта задача 2024 года первая половина года будет более-менее нейтральная во второй же половине года на любовном фронте станет сложнее могут добавиться разного рода неприятности выяснения отношения зависимости чувств не очень приятное поведение партнера которое вас будет огорчать но конечно разрыв вероятен если ваше отношение уже совсем дышит наладом но если есть шансы исправить ситуацию и ряд месяцев вам всячески в этом способствует повторяться не буду в основном будет лихорадить новые союзы которые будут организовываться это будет период притирки который собственно говоря знаменует одно дело букетно-конфетная история другое когда люди начинают жить совместно выясняется что у них разные взгляды разные интересы но надеюсь что вы притрётесь в зрелых постоянных отношениях шансы на улучшение ситуации более благоприятные поэтому я надеюсь что вам удастся вдохнуть новую историю в свои отношения месяцы тоже определены некоторые конфликты конечно будут но уладить путём дипломатии эти вопросы вполне вам по силам так что я думаю что взаимные претензии бесконечные надо прекращать попытаться услышать друг друга и понять что вам друг от друга нужно ну что ж мне осталось подвести итог как вы поняли первая половина года у вас особой удачи не блещет но и на безрыбье бывает рыба если уже сильно пожелать запастись ежедневником и сориентироваться всё таки по тем вопросам которые вас волнуют записать их и держаться одной линии то и все шансы выправить ситуацию у вас конечно есть к сожалению придется заниматься старыми проектами которые еще никуда не делись они были не доделаны и ничего с этим не попишешь ну и всякие профессиональные семейные вопросы тоже будут требовать от вас постоянного внимания в первом квартале вы будете чувствовать себя не очень комфортно потому что перемены намечаются но как жить в этих переменах вы еще собственно говоря не знаете будет заедать рутина повседневные труды которые в общем-то ничего хорошего как бы не несут и кажется что ими утомительно заниматься но тем не менее хлеб насущный же никто не отменял без нудной и рутинной работы никуда нам деться не придется наберитесь терпения не бодайте ситуацию головой не пытайтесь ничего пробить стены идите так как у вас идется несите свою предполагаемую ответственность за совершенные дела и пожалуйста трудитесь на поле деятельности своем вкупе с коллегами и начальством которые за вами конечно будут бдительно присматривать пробуйте работать в коллективе разделив ответственность за порученную работу с теми людьми которыми вместе работаете этой тактики надо придерживаться в апреле и мае вплоть до третьей декады вот потому что в данном случае как бы вместе гораздо успешнее можно реализоваться и разрешить те ситуации в которые вы попали почему я еще об этом говорю потому что если вы не забыли в первой половине года биоэнергетика ваша то бишь бесконечная сонливость нежелание что-либо делать отсутствие всякого энтузиазма ярко будут просматриваться поэтому конечно же в одиночку да еще с таким ослабленным организмом очень сложно пробиваться в этой толще всевозможных дел поэтому коллективный труд выручит вас а куда деваться не тратьте пожалуйста время на суету ненужные встречи неважные знакомства потому что в данном случае времени на это нету и желания тоже нету и не надо особо и беспокоиться хотя те кто пожелает влезть в вашу душу их будет предостаточное количество но минимизируйте с ними контакт слава богу с конца мая биоэнергетика ваша пойдет вверх вы захотите действовать энергично и сильно ваш эмоциональный подъем начнет расти и это уже явные хорошие заделы для того чтобы начало спориться во всех местах с исключением конечно июня как вы поняли где может быть все ни шатка ни валка но июль выправит эту ситуацию конец августа вторая половина сентября а также октябрь будут очень неплохими месяцами когда вы собственно можете организовать себя не суетясь действовать планомерно эффективно продвигая свои проекты у вас все должно получаться но не забывайте пожалуйста о своем здоровье и давайте возможность своему организму отдыхать сколько бы энергии у вас не было но эксплуатировать себя бесконечно тоже нельзя конец сентября и весь октябрь это время расцвета для многих близнецов укрепление их благосостояния так что надеюсь что вы почувствуете себя необыкновенно здорово впрочем еще и первая половина ноября позволит вам почувствовать материальный приход и прочее хотя я вам могу сказать что невзирая на то что вам кстати обещается повышение по карьерной лестнице и прочее тем не менее злопыхатели и конкуренты тоже могут активизироваться в этот период и начинать вам вставлять палки в колеса ну а с конце ноября весь декабрь вы вновь почувствуете себя успешными замечательными людьми у которых все ладится все получается так что в данном случае самое провальное это первое полугодие 2024 года во второй половине года будет гораздо больше поводов для праздников для радости для ощущения себя защищенным интересные встречи приятные проекты бонусы за эти проекты так что в принципе на круг я за вас спокойна хотя хотелось бы конечно первую половину года чтобы у вас она прошла более изящно но что есть то есть дорогие мои друзья с вами была Елена я заеду Продолжение следует...